Тьмы и разврата и Содома. Оповестить людей с законом Божьим, что ждёт их за то, что здесь делается. И что самая великая радость, какая возможна на земле. Иисус умер за грехи людей распятых и в третий день воскрес для оправдания нашего. Он зовёт людей, Он показывает крест. Дивный Господь. Поэтому у нас большой YouTube-канал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, это я. У нас там 19 тысяч роликов наших. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Посещаемость у нас, общий просмотр, 45 миллионов. Найдёте наш канал. И если пожелаете по скайпу говорить, если вы не разговариваете, кто-то пусть рядом будет по скайпу. Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией, вы меня сразу найдёте. Ну, если, как вас звать, вы не могли бы написать? Я помолюсь о вас. Иван, это Божье имя. Знаете, самый лучший перевод вашего имени нам даёт церковь. Они люди, которые не знают Бога. Смотрите, сейчас я вам скажу. Иван. Так, минутку. Благодать Божия, еврейское имя. Благодать Божия. А то, говорит, русский Иван да Марья. А Марья, Марья, госпожа, это два еврейских имени. А меня Игнатий означает неведомый, незнакомый. А в переводе с латинского – огненный. Вот так. Если будут вопросы... Так, Демитрий – это сын богини Деметры. Деметра. У него перевода нет, она богиня, неизвестно как названа, была греческая, Деметра. Вот. Вот, допустим, Кирилл. А что Кирилл? Персидское имя солнца. Вот если Ил, если в конце стоит Ил, это означает Бог. Вот, допустим, Михаил. Означает Бог, моя крепость. А если Ил впереди стоит, Илья. Означает... Это... Михаил – никто, как Бог. А Илья – Бог, моя крепость. Это еврейские имена. Мы вот начали строить деревню своими руками. На пустыре получили статус. Храм построили первым делом. Школа государственная. Это от Барнаула 150 километров. Ни одного развода. Ни одного аборта. Ни одного пьяного. За 28 лет ни одного матерка. А в стране погублено 31 тысяча сел. Почему не взяться за это? Давайте понемногу. Мне вот Бог позволил создать детский лагерь. Я его начальник 48 лет. 45 как лагерь и три в новом формате. Тысячи детей подняли без помощи государства. А сейчас там музей для бедных лагерей. Да, мы стараемся. Уж как Бог благословит. У меня брат, он протоиерей, священник. Вот если вы зайдете на скайп, называется сайт. Игнатий Лапкин. Во свете Библии сайт. Не скайп, а сайт. Там 38 моих книг, томов, которые вышли. В бумажном варианте. И 7 томов еще в интернетной версии. 4 тома, последние это стихи. Каждая книга 800 страниц. Вот так. Вы найдете там много, где на меня нападает, хула. Но это и должно быть так. Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Хулитель. Но у них ничего нету. Поэтому мы только молимся о них. Молитесь, говорит, за врагов. Они не знают этого. У меня очень богатые ресурсы. Я их давно как бы готовил для этого. Еще в 80-х годах мне Господь позволил как бы заболеть этой болезнью, что народ неграмотный. Что делать? А я работать не давали, как верующему, только сторожем. А сторож – это 72 рубля в месяц. Я закупаю новый самый магнитопон, огромный, Маяк 205. В нем 320 рублей, 15 магнитопонов. И насчитал 50 книг аудио. И распространил их тысячами экземплярами. Всю страну наполнил. И одна из книг была «Архипелаг ГУЛАГ». Я первый в стране. Ну и власть отреагировала. Пять тюрем позади. Я живой остался. Это Бог так сделал. Реабилитация наступила только 4 января 2004 года. 1994-го. Вот как Бог делает. Да. Мы молимся. Видите, как вы зайдете, когда увидите, как у нас в церкви, как наши женщины одеты, как два платка, как хиджаб. Это русский национальный обычай. Мы видим картины Суриков, Полежаева, Полонск. Ну, разное-разное. Там Репина. Одинаково везде. И платье до полу в храме. У нас дисциплина абсолютная. У нас даже шагом рядом стоит человек, как будто он его не видит. Ни шепотом, ни одного слова. С тарелкой по храму не ходит. Все это делается бесплатно. Включена десятина. И это вы все увидите там. Сейчас Господь дал мне 13 помощников. Вопросы и ответы по одному файлу выставляем. А в молодости я работал во флоте. И там 23 года мне впервые в руки попала Евангелие. Я с детства верующий. Родился в семье старообрядческой, беспоповской. Но Господь открыл, что без священника спасения нет. Я много работаю как миссионер среди сектантов. Сколько баптистов пришли, стали православными батюшками. У меня следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Это Бог, это благодать Божия. Я себе ничего не могу присвоить. У меня образования гуманитарного никакого нет и духовного. Я самостоятельно иду за Господом и прошу, не покинь меня, Господи. Все. Христос Спаситель. Вот сейчас Рождество позавчера было. И от Рождества идет 2020 год. От Рождества. Это новая эра. И был воскресный день. Вот сейчас будет воскресенье. Это значит, Он воскрес. Память. 56 раз в году мы отмечаем, что Иисус Христос не на кладбище. Он воскрес и вознесся. Никогда плохие слова не говори, потому что написано, за всякое праздное, ненужное слово, за гнилые слова отвечать придется. Перед Богом. Понял. Вот у Вас, если будет желание, я поделюсь с Вами нашими ресурсами. По скайпу, беседы, если желаете. Игнатий Лапкин, это я. На Ютубе у меня большой канал. Называется «Восвяти Библии». Наших только там роликов 19 тысяч. А сколько подписчиков? Подписчиков 44 с половиной тысячи. А общий просмотр 45 миллионов. Ну, там есть что послушать и увидеть. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг, и как я их подарил в Библиотеке мира. Я в Барнауле, Алтайский край. Как мы дошли до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтику, 650 городов посетили и районных центров. И подарили на 35 миллионов рублей дар библиотекам России и всего мира проехали. 120 тысяч километров. Книги, они имеют особое пророческое действие, возрождают души. Я отвечаю на основании Библии, у меня очень богатый опыт, за то, что я издателем был, и издал архипелаг ГУЛАГ и Библию. Меня посадили, я опять в тюрьм прошел. Теперь реабилитирован. И все время вел я занятия в пяти университетах, три радиопрограммы регулярно. Это Господь так делает, это Богу слава, не мне. И Бог хранит. Я живой вышел, мне 81 год. 81. И Господь сохранил. У меня две голубятни. Я люблю голубей. Никакой яхты, как у патриарха, начинает говорить там. У меня нет ничего. Ржавый велосипед только. Но у меня есть друзей много. И врагов много. Они враждуют против. А что они сделают-то? Мы им в Рязани делаем. Много беседуем с мусульманами. И все. Так. Вот можете зайти. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Ютуб. Попробуйте, найдите. Во свете Библии. Нашли? Игнатий Лапкин. Сохраните его. То есть, больше нашего в Ютубе канала нету. Самый большой. Ага, вот, нашел. Вот. А там, где написано Ютуб, там ткнете, вы сразу на первую страницу. И увидите, как сейчас выставляются мои вопросы и ответы. У меня 13 помощников работают со мной. На мои ответы, которые я давал студентам. Там очень интересно. 55 папок. Ответ на 4124 вопроса. Там школа, поэзия, политика, экономика, евреи, мусульмане. То есть, какой бы ты ни взял вопрос, он уже отвечен. Понятно. А что это вы сейчас снимаете, да? У нас все снимается. Везде надписи висят. Все снимается для интернета. Мы хорошие говорим. Нам прятаться не надо. Только преступники прячутся. Вот эта рулетка, здесь гнусно все. Ну, а я нахожусь здесь уже пятый месяц. Мы нашли примерно 650 человек, которые принимают то, что говоришь. А то, говорят, никого нет. Везде у Бога есть верные люди. Вас как звать-то? Я Антон. Антон? Угу. Антон. Так, минуточку. Сейчас я только гляну в календарик, чтобы не ошибиться, что оно означает. Так, минутку. Антон. Так. Так, мне, чтобы видно было сейчас, еще надо стекло взять. Ничего, посмотрим. Каламыны опыта. Антоний. Приобретение взамен. А, вот интересно такой перевод. Перевод, то есть как бартер. Это греческое слово означает приобретение взамен. То есть, твоя мать что-то там отдала или продала там дом. И что, Господи, дай мне сына. И сына дали взамен чего-то. И они обрадовались, что наконец-то у нас сын родился. Вот такой смысл. Первая женщина, которую назвала Антонием. А теперь мы в честь его называют святые. Видишь, какой у тебя интересный перевод дается. Приобретение взамен. Себе запиши. То есть, ты должен с чем-то пожертвовать. Для того, чтобы истина росла. И будь как Антоний. Приобретай души для Христа. Наркоманы, чтобы перестали наркоманить. С худыми не знайся никогда. Никому в дом не заходи. В машину не садись. Береги себя. Ты приобретение взамен принесешь. Кое-чем пожертвовал за то, как новые души обратятся. Так рассуждать научись. Опирайся на свое имя, которое тебе дали в крещение. Это в крещение, наверное, дали? Ну, ладно, понял, короче. Ну, все, с Богом, Антоний. Храни тебя Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok